МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Начался ремонт сквера на проспекте Мира. Что планируют сделать на первом этапе? В зелёный день в Пушкинке прошла экологическая акция. Триумф саровского хоккея. Наша команда стала чемпионом области. Далее расскажем подробно. Оплата воды и некоторых других коммунальных услуг по двойным тарифам ждёт тех, кто не вносит квартплату за временно проживающих в квартире граждан. Минстрой предлагает пересмотреть правила предоставления коммунальных услуг. Проект документа предусматривает усиление ответственности владельцев квартир без счётчиков за непредоставление верных данных о количестве жильцов. Предполагается, что нарушителям начнут начислять плату по двойному нормативу либо с момента появления лишних жильцов, либо за три предыдущих месяца, если не ясно, когда они появились. Также плату по двойному нормативу будут считать, если житель не пускает проверяющих снять показания со счётчиков. Кроме того, уточняется порядок фиксации плохого качества коммунальных услуг. Если коммунальщики не прибыли вовремя для проверки, то жители смогут подтверждать нарушения показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением эксперта. Как и раньше, акт проверки качества в этом случае должны подписать как минимум двое соседей председателя совета дома, товарищества или кооператива. В некоторых случаях разрешается не делать перерасчёт за плохое качество услуг, например, если нарушения были зафиксированы общедомовым прибором учёта, но жители на это не жаловались. Предлагается упразднить процедуру ограничения коммунальных услуг должникам. Им будут сразу, полностью, но после уведомления прекращать подачу воды, газа и электроэнергии или других ресурсов. Также у коммунальных организаций появится возможность не рассылать бумажные квитанции. Если житель подал заявление о том, что хочет получать платёжки уведомления по электронной почте, либо через личный кабинет на сайте организации или в ГИС ЖКХ, то бросать ему в почтовый ящик листок платёжки будет необязательно. В сквере за зданием администрации начались работы по благоустройству территории. Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В роли подрядчика дорожно-эксплуатационное предприятие. Его директор рассказал о том, что планируется сделать, и когда обновлённый сквер откроют для горожан. Сквер на проспекте Мира за зданием администрации – одно из примечательных мест нашего города. Согласно архивам, когда-то здесь располагалось старое кладбище. Строить жилые дома на его месте не стали, вместо этого в 50-е разбили сквер. В парке расставили гипсовые скульптуры и фонтан «Дружба народов». В 1978 году территория сквера сократилась в полтора раза, многие объекты убрали. В прошлом году эта территория победила в голосовании по проекту «Комфортная городская среда». В этом начали первый этап его реконструкции. В рамках в первую очередь должны быть демонтированы плиточные покрытия на дорожках и уложены новые покрытия из брусчатки. Будут отреставрированы лавочки, это будет почищена краска, вновь покрашены и поменяны деревянные сиденья из бруса. До 25 июня идут работы в части сквера рядом с художественной галереей. Территорию, где идёт ремонт, оградили. Полностью всё закроют после проведения выпускного. Деревья, как пояснил Василий Ласточкин, рабочие трогать не будут. Все зелёные насаждения останутся. Также после ремонта восстановят газоны. Будут новые цветники, это будут завезены на земля, посажены новые цветы. В общем, всё будет очень красиво. Цена контракта 23 миллиона. Сейчас прорабатываем с поставщиками, ведём переговоры, чтобы выйти на адекватные цены по плиткам, по брусчатке, по бордюрам и по всем материалам. Работы идут по графику. Завершить реконструкцию первой очереди должны к 1 октября. Росавиация сообщила об очередном продлении режима ограничения полётов в 11 аэропортов в центральной и южной части России. До 25 апреля не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курск, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажирам предлагают воспользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минводах, Ставрополье и Москве. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Первые гадюки проснулись на территории Нижегородской области, сообщили в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона. Чаще всего гадюки встречаются в больших лесных массивах, либо на прилегающих к лесным участкам территориях. В основном они обитают на территории Володарского района, Бора, Шахуни, Семёнова, Воротынца, а также в Таншаевском, Лысковском и Балахнинском муниципальных округах, и в Дальнеконстантиновском и Воскресенском районах, рассказали в Министерстве. Гадюки наиболее опасны в период выхода из зимней спячки, когда они появляются на открытых и хорошо прогреваемых пространствах. Как правило, это происходит в середине апреля. Именно в это время можно наблюдать их большое скопление в одном месте. Весна начнет возвращаться в регион в среду. Во вторник ожидается всего плюс семь, плюс десять, пройдет дождь со снегом. 20 апреля столбики термометров поднимутся до плюс четырнадцати. Осадков синоптики не прогнозируют. Выходные ночи плюс два, днем до плюс одиннадцати. При этом солнышка на этой неделе, по сообщениям синоптиков, будет мало. Родители могут отправить детей в загородные лагеря санаторного типа или детские санатории и частично при этом компенсировать затраты на путевку. Компенсация из областного бюджета составит около 12 тысяч рублей. Отправить по этой программе можно и в лагеря на Черноморской побережье, и в санатории нашего региона. Есть некоторые особенности, связанные с тем, попадает ли этот лагерь под возможность компенсации. Для этого нужно на всякий случай позвонить сначала к нам в департамент по телефону 9 90 62 и уточнить у наших специалистов информацию про этот лагерь. Специалисты департамента по делам молодежи и спорта найдут его в реестре и объяснят, какой пакет документов нужно собрать и куда подавать заявление. Как правило, средств из областного бюджета поступает достаточно, и не было еще случаев, чтобы кому-то отказали. Поэтому очень рекомендую воспользоваться такой формой компенсации. Пять водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 15 не оплатили штраф в срок. 21 саровчанин решил не пристегиваться ремнями безопасности. Пятеро пешеходов нарушили правила дорожного движения. Также пренепрягли правила метро и велосипедистов. Чем еще запомнилось минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем далее. С наступлением тепла горожане меняют автомобили на велосипеды, а также на гироскутеры и электросамокаты. Такой транспорт до середины апреля часто попадает в сводки ГИБДД. 11 апреля на улице Чапаева в районе 4 часов вечера автомобиль «Деунексия» выезжая за два раза сбил мужчину на электросамокате. В результате у последнего диагностировали ушиб грудной клетки и поясничной области. После осмотра отпустили домой. Всего за неделю сотрудники ГАИ зафиксировали 135 нарушений. Задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 3 нарушения по 12.8.1, 1 отказ от освидетельствования и 1 правонарушение управления в состоянии опьянения ранее лишенным права управления транспортным средством. 15 сыровчан не оплатили штраф в срок. 21 человек решил не пристегиваться ремнями безопасности. Пятеро пешеходов нарушили правила ПДД. Также пренебрегли правилами дорожного движения трое велосипедистов. За минувшую неделю зафиксировали 8 ДТП с материальным ущербом. Также хотел бы довести до водителей нашего города, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 апреля номер 626 действия российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает или уже истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, подливается на 3 года. Вносить дополнительные изменения в удостоверение не нужно. Более 200 тысяч заявлений подали родители будущих первоклассников через портал госуслуги за две недели. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Череншенко. Он отметил, что разработанный Минцифресервис по дистанционной подаче заявлений на запись в первый класс показал свою востребованность у населения. К нему уже подключились 52 региона. Подать заявление в школу по месту регистрации через госуслуги можно с 1 апреля до 30 июня. В любую другую с 6 июля по 5 сентября. При заполнении форума у жителей региона есть возможность указать положенные семье льготы. После подачи онлайн-заявления нужно будет представить документы в выбранное учебное заведение. Уведомление о зачислении также придет в личный кабинет на госуслугах. Кроме того, результаты ЕГЭ также будут доступны на госуслугах. Нужно лишь авторизоваться на портале и зайти в раздел «Документы» под раздел «Образование». Сделать это можно и в мобильном приложении госуслуги. Зеленый день прошел в библиотеке имени Пушкина. Для юных посетителей сотрудники организовали арт-площадки, игротеки и эко-мастерилки. Ребята решали экологические задачки и предлагали свои варианты сохранения нашей планеты. Не ловите бабочек. Топтать муравейники строго запрещено. Прочесть такие незамысловатые, но очень важные правила по сохранению природы можно на листьях дуба, что раскинул свои ветви в зале маленьких открывателей. Ребята придумывают их сами. Каждый юный гость библиотеки может повесить на дерево свой листочек. Сегодня я узнал в библиотеке, что нельзя топчить муравейники, не рвать цветы, не трогать хищных животных, нельзя включать громкую музыку в лесу. На арт-площадке цветное строение зелёные деревья рисовали. Работали ребята в двух техниках. Наносили на лист краску ватными палочками, а в другой создавались зелёный лес в разных оттенках с помощью цветных мелков. Общее правило работы – использовать оттенки только одного цвета – зелёного. А в эко-мастерилке с любовью к природе в качестве материала для поделок выступали предметы, которые обычно мы выбрасываем. Например, коробка из-под яиц. Сегодня зелёный день. Мы с Соней делали цветы, лошадку, колокольчик, цветочек и всё. Интерактивные игры, путешествия в экологическую страну и экологический калейдоскоп познакомили юных сыровчан с деревьями, кустарниками, лекарственными растениями и рассказали ещё много чего интересного. Во Всероссийской акции по защите окружающей среды библиотека Пушкина принимает участие впервые. Ей отвели целый день, который назвали зелёным. У нас в библиотеке и в структурных подразделениях организованы различные арт-площадки, игротеки, онлайн-викторины, эко-мастерилки. Ребята узнают, что значит зелёный цвет в жизни человека. Также с ребятами проводятся различные беседы о том, какой вклад они могут внести в сохранение нашей планеты. Ну а также у нас организованы необычные выставки, которые так и называются «Зелёные книги в библиотеке». С каждой зелёной книгой читатели получили в подарок закладку с полезной информацией о книге и экологических праздниках. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И к новостям спорта. Мы – чемпионы. Хоккейный клуб «Саров» завоевал золото чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. В решающем матче саровчане одолели действующего чемпиона «Старт» из Таншаева. Как отмечали долгожданную победу, расскажем далее. Историю триумфа хоккея в Сарове написали на наших глазах. Впервые за всё время существования клуб из нашего города стал победителем чемпионата области в высшей лиге. Саровчане долго шли к этой победе. В прошлом году завоевали бронзу. В этом подняли планку и дошли до финала, где встретились с действующим чемпионом – Таншаевским стартом. В субботу на льду соперника наши хоккеисты проиграли. Со счетом 8-2 заставив болельщиков понервничать. Но в воскресенье дома показали характер. Начали хорошо. 4-0 повели. Показали битву. Показали характер. И вот немножечко так дожали их в конце и выиграли 7-4. Андрей Калашников забросил шестую шайбу в третьем периоде, увеличив разрыв. А за 2,5 минуты до окончания игры седьмую шайбу забил Руслан Зазнобин, тем самым утвердив окончательную победу Сарова. В первую очередь очень много болельщиков пришло. Давно такого здесь не было, даже когда была профессиональная команда. Хочу обратиться всем большое спасибо болельщикам, потому что нас так сильно поддерживали и на выездных сериях, и здесь мы им отблагодарили это кубком золотом для Сарова. Весомый вклад в победу внесла молодежь. В этом году играть во взрослую команду пришли выпускники спортивной школы Саров, студенты Саровского физико-технического института НИЕУ-МИФИ. Я болею как представитель института, Сарфти. У нас очень много студентов играет в этой команде, поэтому мы поддерживаем вузом. И наши студенты приходили болеть, я уже без голоса. Трудно описать словами ликования спортсменов и болельщиков. Получив кубок из рук представителей областной федерации хоккея, хоккеисты сделали почетный круг по арене Ледового дворца, продемонстрировав трофей зрителя. Затем по традиции победители подбросили вверх кепки. Мы команда. Вот кулачок один. Когда мы по одному, мы не можем играть. А когда мы все вместе, когда мы выходим заряжены, мы коллектив, мы готовы. Тогда шансов нет ни у кого. Я думаю, в следующем сезоне тоже попадаемся. Команда «Саров-2» также порадовала своих болельщиков. В первенстве Нижегородской области в первой лиге молодежный клуб, который играет только один год, вышел в плей-офф. В субботу в Ледовом дворце прошел решающий матч за третье место с Рубином из Ордатова. «Саров-2» завоевал бронзовый кубок. Нацелены были на первое место, понятное дело. Но третье, третье тоже неплохо. Тем более команда очень молодая. Мотивация была выше крыши. Работали, пахали. Вот третье место. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова